В администрации города за круглым столом встретились представители органов власти, конфессии и руководители образовательных учреждений. Площадка была создана прежде всего для того, чтобы представители структур могли пообщаться на тему совместной работы, выяснить, насколько успешно они могут сотрудничать друг с другом, помогая молодежи. Недавно было послание президента Владимира Владимировича Путина, и он говорил о человекосбережении. Такой термин очень трогательный был, в этом послании прозвучал. И поэтому сегодня как раз и поговорим, а как же нам сберечь нашу молодежь, наших детей, как сберечь их физическое, духовно-нравственное, психологическое, интеллектуальное здоровье. Главный инспектор городского центра занятости представила участникам результаты социологического опроса, проведенного в 2013-2015 годы. Исследования были посвящены ценностным ориентациям молодежи, то есть чем она живет, ее основные интересы. Как показали результаты исследования, все-таки для молодых людей основными приоритетными ценностями являются ценности добра, любви, семьи. Конечно, материальный план не занимает последнее место, он также важен для молодых людей, но все-таки в приоритете это семья, доброта и честность. Кроме вопросов сотрудничества всех структур, на встрече были обсуждены темы воспитания детей, духовно-нравственного становления личности, а также продемонстрированы новые формы работы на примерах прошедших мероприятий, учебных проектов. Одновременно с этим мероприятием в Горном колледже проходила другая секция под названием «Духовно-исторические корни казачества». На одной из площадок был организован мастер-класс резьбы по дереву под названием «В руках мастера оживает Евангелие». Художник и педагог Николай Пономарев показал свои работы студентам и приглашенным школьникам. Познакомил с технологией резьбы по дереву, объяснил, что без правильного отношения к духовности невозможно создать по-настоящему живые иконы. Николай Пономарев занимается художественным творчеством с самого детства, а резьбой около 20 лет. Начинал он, как признается, с авторучек, кубков и шкатулок, а с 1991 года стал создавать иконы, сначала живописные, а после резные. На мастер-классе гость рассказал учащимся, насколько интересными могут стать для них занятия в школе при Иоанно-Предтеченском храме. Кроме геометрической резьбы они усвоили изготовление резных икон, шкатулок, лопаток для блинов и прочее. Очень много можно сделать из дерева, материал очень интересный. Занимаются ребятишки совлечением, им очень нравится. Воспитанники воскресной школы продемонстрировали гостям мероприятие «Геометрические элементы резьбы». Никита Золотов успешно выпустился из воскресной школы, но продолжает посещать кружки резьбы по дереву, планируя обучиться ремеслу более профессионально. Воскресная школа меня вообще привлекла как раз вот резьба по дереву. Мне стало просто интересно, я думаю, а почему все могут, например, вырезать, я не могу. Ну вот стало интересно просто, я думаю, надо сходить все равно попробовать. Сначала, конечно, не получалось, потихонечку, потихонечку, помалечку. Сначала там пошли резные какие-то лопатки, потом в дальнейшем какие-то уже изображения, потом уже вот пошли серьезные работы, это как иконы, панно различные. Все приглашенные с удовольствием поучаствовали в мастер-классе, попробовали самостоятельно вырезать узоры на досках. В соседней аудитории проходила теоретическая часть секции «Духовно-исторические корни казачества». Учащиеся студенты представляли свои исследовательские работы по проблеме казаческой культуры. Гостями мероприятия стали наши школьники, а также из соседних городов Мелюзы и Ишимбая. Докладчики показали серьезное отношение к работе, подобрали интересные материалы и постарались увлекательно изложить их для аудитории. Учащийся третьей школы Артем Ломов выступил с исследованием на тему «Казак без веры не казак». Я исследовал историю казачества, как они появились, познакомился с представителями казачьего общества, служителями православной церкви. Он смог узнать о их традициях, о их жизни, как они появились, кто их позвал. Студенты представили более сложные работы. Они продемонстрировали научные исследования. Но также постарались затронуть наиболее волнующие, актуальные темы, связанные с культурой казачества в современности. Я думаю, что всем пришедшим и участникам сегодняшней конференции, форума будет очень полезно узнать особую сторону и казаческой жизни, и духовной жизни нашего народа, которая воплощается и в поисковом интересе детей, в понимании роли именно казаческой культуры, и в выражении своих духовных взглядов через художественное творчество. В завершение мероприятия всем выступившим были вручены сертификаты участников рождественских чтений. Учащиеся смогли услышать мнение духовных отцов, руководящих секции. Они подвели итог работе. Все участники, конечно, очень большие молодцы, потому что готовились очень долго и упорно, и выискивали этот материал, и тем самым они познавали это, открывали для себя множество. И сегодня на чтениях вся аудитория, которая присутствует, узнала очень много. И поэтому это очень большая польза для возрождения казачества, наших традиций, наших предков. И слава Богу, что оно вот это все есть. Спасибо большое. В гимназии имени Антошкина также параллельно с другими проходила одна из секций. На ней рассматривались вопросы духовно-нравственного воспитания и образования младшего поколения. В работе приняли участие учителя русского и башкирского языка, литературы, преподаватели курсов «Основы религиозных культур и светской этики». Работа секции была разбита на несколько этапов. Кроме обсуждений были представлены исследовательские работы школьников и студентов. Хочу сказать, что работа секции прошла очень интересно. Присутствовали представители духовенства. Состоялся откровенный разговор о том, как духовности, нравственности обучаются и наши школьники, и наши родители в том числе. Ну, я думаю, что работа прошла очень плодотворно. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Закрытие четвертых епархиальных рождественских чтений состоялось во дворце угольщиков. Итоги работы секции подвел епископ Салавацкий и кумертауский владыка Николай. Он выразил благодарность от имени Русской Православной Церкви, главе администрации и его заместителю Наталье Лапшиной за высокую организацию мероприятия. И, конечно же, отметил успешность и плодотворность проделанной работы. Хотел бы пожелать вам крепости духовных и телесных сил, всяческого благополучия, вдохновения. И будем всегда благодарны Богу за то, что Господь судил нам многое сделать и претерпеть за уходящий 2016 год. Рождественские чтения для всех участников стали возможностью встретиться вместе, обсудить актуальные вопросы и различные проблемы. Заместитель главы администрации Наталья Лапшина поблагодарила всех за помощь в организации мероприятия. Мы все сделали большой задел на следующий год, который весь будет посвящен истории этого столетия, очень сложного, противоречивого, но великого 20 века. Огромное вам спасибо. И сегодня полный зал детей, наших школьников прикоснулись к истории. Благодаря вам, уважаемые взрослые, уважаемые руководители. Представители самых разных структур в работе 10 секций смогли обсудить, как действовать вместе и сделать работу более эффективной, чтобы она принесла добрые плоды. И самое главное, как привлечь в свои ряды молодежь. За сотрудничество и успешную организацию мероприятия на закрытии чтений были награждены благодарственными письмами руководители и сотрудники детских садов, школ и профессиональных учебных заведений. В январе следующего года представители всех епархий и самые активные участники региональных чтений будут приглашены в Москву, где пройдут центральные рождественские чтения.